Как вы пришли к своему предназначению, а именно к рерайтеру? Делали ли вы медитации, практики, запросы во Вселенную или все вас однажды? Вы должны понимать, есть две составляющие. Есть наша осознанность. Осознанность, повторяю, это задавание себе вопроса. Кто я, что я, почему я, ощущения, как это работает, почему я это чувствую, почему я на это реагирую так, а на это так. Это изучение себя. Осознанность у меня была с раннего возраста. Первое, я все время задавала эти вопросы, я пробовала, искала внутренне. Второе, я действовала всегда физически. Не забывайте о том, что если вы сидите и медитируете где-то и ждете, что все будет происходить, нет. Нужна ваша энергия включения. Вы должны выходить в мир, вы должны пробовать, вы должны пробовать гипотезы различные. Я достигала успехов в разных нишах, потому что даже не в своих. Потому что я точно знала, первое, я всегда достигну успеха. Я всегда достигну успеха. Я ушла с ниши, в которой я безумно была популярной и в которой я много зарабатывала, ушла только по одной причине, по причине своей осознанности. Я не чувствовала себя счастливой. Это было очень рискованно. Я не знаю до сих пор, как у меня хватило смелости. Но это был момент моей осознанности. А причина успеха – это причина ваших действий. И вы должны это осознавать. И я вам скажу больше. Когда вы находите свое предназначение, это вообще не означает, что вы найдете деньги. Вообще это не означает. Потому что если вы на деньги не заточены, если у вас нету жилки предпринимателя, если у вас мышление не денежного человека, вы можете быть счастливым в то, что вы делаете, но быть бедным. Это тоже важный момент, который нужно вам понимать. Что предназначение и деньги – это не такие друзья, как вам кажется. Поэтому действия, моторчик и механика внутри – это вы. Это ваша жизненная энергия. Это ваш настрой на продвижение, а не только на то, что я медитирую и делаю. Поэтому я очень много пробовала. Я очень много пробовала разных вещей. Это все знают, вы на интернете. Можно за мной проследить все мои пути, даже в том же Инстаграме. Я очень много пробовала, я очень много делала, я много зарабатывала, я много теряла. Я экспериментировала и все время слушала себя внутри. Я все время задавала себе вопросы. Это то, не то? Мне хорошо, не хорошо? Это как? Не по принципу того, что «О, меня взял этот замуж, и я за него пошла». Нет. Я все время задавала эти вопросы.